Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Нахтсен. Сегодня в нашей программе будет гость, точнее гостья, очень интересные гости. Но не будем забегать вперёд. Вначале, как и обычно, представим слово нашим спонсорам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. И я рад представить нашу гостью, журналиста, обозревателя, ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Ксению Ларину. Здравствуйте, Ксения! Добрый вечер, добрый день, здравствуйте. Хорошо ли меня слышно? Отлично! Отлично! И мы можем начинать. Сегодня, когда, к моему очень большому сожалению, и не только к моему, «Эхо Москвы» уже нет в эфире, понимаю, сколь большую и важную роль играла эта медиа-организация не только в жизни москвичей, но и тех, кто слушал это радио далеко-далеко за пределами России. Радио, конечно, было классным, информативным, но не только. Оно раскрывало перед слушателями новые горизонты и позволяло задуматься об очень многом. Ксения, когда вы пришли на «Эхо»? Я пришла на «Эхо» в 1991 году. Я сейчас расскажу, Алексей, но я просто сейчас слушала ваш эфир, эфир вашего радио, и с каким-то таким тёплым чувством услышала голос моей давней подруги Валеры Коренной, с которой мы дружим с 1985 года, и этот голос для меня невероятно важный, любимый, тёплый, поэтому я хочу вот сейчас, прямо сейчас, в прямом эфире, передать ей огромный привет и благодарность за её прекрасную передачу. Валерочка, ты замечательный, ты звучишь просто замечательно. Алло. Да, да, Ксения, ну хорошо. Да, вы пришли на «Эхо» в 1991 году. Я была артистом, как и Валера Коренная, что у нас, собственно, родниц. А в 1991 году, в августе, после Пуча, у меня вот случилась такая вот перемена участи, когда я поняла, что я больше не хочу быть актрисой, я хочу быть гражданином. И я приняла это решение. Я до этого писала много, и разные газеты, писала о театре, о кино. А на радиостанцию «Эхо Москвы» я пришла вот после Пуча. И сразу же вошла туда, у меня были первые мои пробы, это маленькие такие передачки, связанные с культурой. Я делала, опять же, про театр, про кино. А потом потихонечку стала уже ведущей эфира. И, собственно, вот это моя жизнь. Я 30 лет, 31 год прослужила на этом радио, на этой радиостанции. И не жалею ни об одном дне. Ну, безусловно. Я очень хорошо помню ваши беседы с Николаем Карловичем Сванидзе. Ваш дед звучал очень органично. Сванидзе порой хотел уйти от каких-то не очень политкорректных тем, перейти к обтекаемым формировкам. Но вы помогали быть более решительным и даже более отважным. Настоящий мужчина в эфире. Ему это давалось непросто, но в итоге были отличные программы, которые сохранились в памяти. Да, да, сохранились в памяти. И это дорогого стоит. Они в памяти сохранились, но больше не сохранились нигде. Понимаете, что случилось? Когда нас закрыли, через неделю после начала войны, нас не просто закрыли, а уничтожили наш сайт. Целиком и полностью, целиком и полностью уничтожен архив. Остался архив звука, но ни Ютуб, ни каких-то наших всех распечаток, расшифровок наших эфиров, ничего не сохранилось. Поэтому радиостанция «Эхо Москвы» остается в нашей памяти. Так бывает. Ксения, а каким вам запомнился 1992 год в Москве? 92-й? Да, 92-й. Ваш второй год на радио. Боже мой, я не могу даже вспомнить, для меня так неожиданно. 92-й год для меня – это я вышла замуж за своего любимого человека. Вот так я скажу. И это рождение моей прекрасной семьи, в которой я счастлива и до сих пор. Наверное, так. Потому что все-таки 92-й год, не знаю, чем он примечательен в истории страны, и в истории «Эхо», и в истории моей творческой судьбы. Скорее всего, 91-й такой вот поворотный, а потом 93-й – это октябрь, а потом 94-й – это война в Чечне. То есть мы все равно меряем нашу прошлую жизнь по каким-то знаковым событиям, которые во многом определяли нашу судьбу. Вот так бы я ответила. 92-й год для меня, конечно, был тоже необычным. Я уже был здесь, в Америке, иммигрант, надо было начинать новую жизнь. Но внимательно, как и многие другие, наблюдал за тем, что происходило в России, в Москве. Тогда были очень восторженные ожидания от того, что возникло на месте развалившегося Советского Союза новые государства, новые национальные государства. Я очень хорошо помню сообщения о том очень сложном времени, первом времени молодой Российской Федерации, когда были пустые полки магазинов, когда очереди на улицах, шоковая терапия, ну и так далее, так далее. И в этот год, и на фоне этих событий, Верховный Совет Российской Федерации потребовал возвращения Крыма. И в следующем, в 93-м, вновь проголосовал за возвращение Крыма, которое даже чисто формально нельзя было вернуть, потому что в момент заключения Беловежских соглашений он был частью Украины. Как вспоминает тогдашний спикер Руслан Хасбулатов, цитирую, «Российская общественная мысль никогда бы не успокоилась, не вернув себе Крым». Крым и Севастополь настолько глубоко сидят в сознании общества, что этот вопрос возникал бы снова и снова. Ксения, как Вы думаете, можно ли сделать вывод, что некая мечта восстановления империи, неважно под каким верхом и флагом, была тогда сильнее, во всяком случае для российских законодателей, требований повседневной жизни, надо было создавать новую законодательную базу для новой экономики, для новой рыночной экономики, ну и так далее. Огромное количество различных забот было у российского парламента, и тем не менее он требовал возвращения Крыма. Неужели империя, как национальная идея, превыше всего даже была тогда, в 1992 году? Как Вы думаете? Да, тут я с Вами соглашусь, что империя превыше всего, тем более, что надо понимать, что если мы сейчас вспоминаем с Вами 92-й год, и парламент того призыва, это абсолютно красно-коричневый парламент. во главе с Хасбулатовым и Рудским. Это ужасно. И то, что потом произошло в 93-м году, очень многие люди квалифицируют это, как расстрел парламента. Там такая метка стоит в истории, новейшей истории России, что 93-й год – это расстрел парламента. Это не так. Это не расстрел парламента. Потому что это не просто там с неба упало сегодня. Вот раз и 3 октября настало, и пришли танки, и стали стрелять в парламент. Это было не так. Это была попытка, вторая после ГКЧП, попытка фашистского переворота. Это я говорю то, что я понимаю. Если 91-й год – это была попытка реваншизма Советского Союза, то 93-й год – это попытка реванша красно-коричневых. То есть это вот такой вот гибрид, совка с русским фашизмом. И Борис Николаевич Ельцин в ту пору, до октября 93-го года, пытался всеми легитимными способами усмирить это гнездо переворота. Но ему это не удалось. Поэтому пришлось действовать такими методами. Поэтому, конечно же, для меня лично история октября 93-го года – это не расстрел парламента, это попытка восстановления конституционного закона прежде всего. Поэтому, конечно же, эти попытки были всегда. Послушайте, они и сейчас, если мы сейчас вернемся в сегодняшнее время, Алексей, я скажу вам так, что сегодня произошел ползучий, тихий, государственный фашистский переворот. Красно-коричневый. То есть сегодня мы видим реванш тех самых сил, которые пытались взять власть в 1993-м году. Это силы, связанные и основанные на спецслужбах, на КГБ. Это все равно оттуда. Это все контора, которая сегодня вернулась к власти. Она никуда не уходила. Она просто тихо спала. Такая спящая была история. Но вот сегодня они победили. Это так. Я думаю, что... Ну да, я считаю, что так. Что сегодня мы имеем возвращение не Советского Союза, а куда более страшного гибрида. Это как бы такой гибрид совка с русским фашизмом. И это более чем драматическая ситуация. Более чем драматическая. Не только, конечно же, для соседей России, но и прежде всего для тех народов, которые населяют необъятную Российскую Федерацию. Потому что они прежде всего столкнулись именно с этим. И в этом контексте мне бы с вами хотелось поговорить о некой роли особой части российского общества или, хотите, русского народа, который называется традиционно интеллигенцией. И хотя само слово интеллигенция восходит к латинскому глаголу интеллега, который означает какие-то очень простые вещи ощущать, воспринимать, подмечать, замечать, познавать, мыслить. Но как общественное явление интеллигенция появилась на свет в России во втором пункте XIX века. Так во всяком случае утверждают преподаватели истории и литературы в американских университетах. Так утверждал мой профессор. И, как он говорил, русский интеллигент это не просто хорошо образованный человек, но обладающий специфическими психологическими чертами. Прежде всего, состраданием, сочувствием к униженным и оскорбленным. И русская интеллигенция, понимаемая как совокупность оппозиционных власти лиц умственного труда, оказала и до революционной России довольно изолированной социальной группой. Но, тем не менее, тем не менее, именно русская интеллигенция сыграла тогда огромную роль в гуманизации всех процессов российской империи. Ксения, а как вы видите роль современной русской интеллигенции как некого насилителя самых высоких принципов гуманизма в российском обществе? И, в частности, как сегодня нынешняя русская интеллигенция относится к войне с Украиной? Ну, во-первых, конечно, это уходящая натура, и никакой новой русской интеллигенции нет и быть не может, поскольку то, о чем вы говорите, это, конечно, некая общность людей, которая ушла, как философский пароход, от нас уплыла в вечность и уплывает в наших глазах. Есть люди, которых я могу назвать настоящими русскими интеллигентами в классическом понимании этого слова, но в основном, конечно, нет. Сегодня можно скорее говорить об интеллектуалах, о так называемом креативном классе, об людях образованных, европейски ориентированных, скорее так. А то, что касается русской интеллигенции, я думаю, что эта страница буквально считанные дни, когда она закроется. Этого больше не будет. Этого больше не будет. Вот. Поэтому, да, конечно же, есть люди, которые живут в России и которые внутренне содрогаются от того, что сейчас происходит, то, что они являются гражданами страны, которая начала войну. агрессивную, бессмысленную, кровавую, безжалостную, преступную войну. Те, кто высказываются вслух, это, я считаю, что это просто абсолютные герои, учитывая, что сейчас сажают людей просто за выражение лица, что, понимаете, да? Вот. А кто молчит, тоже не все согласны. Люди, которые молчат, иногда они молчат так красноречиво, что ты понимаешь, что, собственно, какую правду они защищают, на чьей они стороне. Поэтому я не хочу считать интеллигенцией тех людей, которые сегодня выступают в качестве обслуживающего персонала войны, которые выступают по всем пропагандистским каналам, которые катаются на эти концерты на оккупированные территории. Это не интеллигенция. Не хочу цитировать Ленина, это общее место, но это не интеллигенция, это люди, которые себя как бы имит... Такая имитация интеллигенции. Это просто обычные конформисты, собственно, и конформисты, и трусы, и все. Это люди, которые работают, им жалко терять свои концерты, свои театры, и прочее, прочее. Это к интеллигенции не имеет никакого отношения. Из тех, кого бы я назвала, кто сегодня в России, вы знаете, Алексей, я даже боюсь кого-то называть. Вот сегодня я вот назову кого-то, и кто-нибудь из спецслужб скажет, о, кстати, вот это тоже, вот она вот права, назвала тут Ксения в эфире американского радио, вот этого надо проверить, поэтому я называть никого не буду, я могу только пожать руку внутренне и поприветствовать тех, и сказать спасибо тем, кто не сломался, кто остается человеком, вот, ну и, конечно же, особое мое признание тем, кто вообще не молчит, кто говорит, их очень мало осталось на территории России, но они еще существуют. И это очень важно, это очень важно, что эти люди существуют, невзирая на тот, в общем-то, очень жесткий полицейский режим, который с каждым днем становится в Черзоще, который сейчас установился на огромной территории от Калининграда до Владивостока. Мне бы хотелось с вами, Ксения, подумать вместе вот о чем, в контексте, естественно, нашего разговора. Я просто приведу сейчас один пример, на мой взгляд, очень красноречивый. Как и многие мои коллеги, время от времени я провожу творческие встречи со слушателем, точнее, проводил в доковидные времена. И запомнилась одна такая встреча поздней весной 2014 года. Конечно, главной темой встречи была аннексия Крыма, уже когда встреча завершилась, ко мне подошла одна дама. Она была со вкусом одета, хорошо причесана, на шее была низкая жемчуга. Протянув ко мне свои руки, она сделала некие хватательные движения, сказав при этом, а Путин молодец, еще земельки прихватил. Ситуация была гротескной. В Нью-Йорке уже не молодая женщина восторгалась путинской агрессией. И если так далеко от Москвы она была под контролем, ну, допустим, российской пропаганды или каких-то иных сил, то что же можно говорить о жителях России? И мне тогда невольно вспомнился обитаемый остров братьев Стругацких с их историей о башне. И там было сказано так, излучение башен действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемый материалоспособность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующий иступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. У меня такое ощущение, что они описали примерно вот тогда, в 69 году, примерно то, что происходит сейчас. Ну, тогда они говорили о каких-то башнях, об излучении. Сеня, как вы думаете, что вот сейчас, в последние годы происходило, что позволило перейти от хомо сапиенса, человека мыслящего, который населял Российскую империю в свое время, а теперь перевести к тому, что уже называют социологи хомо путиникус, то есть человека путинской кондиции, верующего, как писали Стругацкие, верующий иступленно, фанатически, вопреки бьющие глаза реальности. Благодаря чему это произошло? Как вы думаете? Ну, во-первых, спасибо Стругацким, благодаря башням. Излучение башен по-прежнему актуально, и эти башни мы знаем сегодня, они как раз как бы прекрасно мы их представляем. Что касается вот эпизода, который вы рассказали, слушайте, это у меня к вам вопрос. Откуда у вас такое количество путиноидов? Откуда в Америке, в Европе, в цивилизованных странах, среди тех русских людей, россиян, которые уехали сто лет назад из России по разным причинам, почему подавляющее большинство это вот такие вот все не знаю как это назвать, люди, запутинцы, давайте я так назову аккуратно, чтобы никого не оскорблять, почему вы им позволили сидеть на этой игле государственной пропаганды, почему вы их не победили, у вас есть и русскоязычное и радио, русскоязычное телевидение, у вас есть все возможности для того, чтобы рассказывать этим людям ту правду, которую вы сами чувствуете и понимаете, а сейчас вот мы видим, вдруг сейчас все это обнажилось, что огромная огромная толпа каких-то русских людей, которые оказались за пределами России не сейчас, а давным-давно, еще в советское время, и вот они живут, пользуются плодами западной демократии, но при этом остаются абсолютно путинскими агентами, путинской пятой колонной, вот мой вопрос, который я вам возвращаю. То есть сейчас мяч на моей половине поля, и я буду отвечать уже на ваш вопрос, и мне это очень нравится, потому что мы перешли от некой формы интервью к форме беседы, и мне беседа намного ближе. Хорошо, Ксения, я обязательно отвечу на ваш вопрос, но если вы позволите, уже после нашего небольшого перерыва в среднем часа, который просто уже подошел, и завершая этот первый сегмент, я напомню, что я очень рад, дорогие друзья, что у меня есть возможность побеседовать в нашем эфире, Ксения Лариной, которая в представлении нуждается, но тем не менее, тем не менее, и я представил. А сейчас мы уходим на перерыв. ксения Лариной,